Приветствую всех, кто заглянул на наш канал. И это моя, наверное, уже десятая попытка снять видео про то, как мы убираем нашу территорию от старых залежей мусора. Я очень много раз откладывала этот момент, потому что мне кажется, что это никому не интересно, так как контент некрасивый, а он буквально про мусор. Но, увидев, как территория расчищается, я поняла, что очень скоро даже я забуду, как здесь было до. И мне захотелось хотя бы для себя оставить в памяти эту историю, как мы расчищали огромную часть нашей земли от мусорной свалки. Два года назад мы приобрели участок земли размером 1,6 гектар. Наша территория никогда не использовалась как желая, поэтому на ней отсутствуют какие-либо постройки, электричество и вода. Ее всегда использовали исключительно под выпуск скота, потому что она принадлежала в свое время к одной большой мызе, которая располагается по соседству. Но кое-что от деятельности человека нам все-таки досталось. Это нам досталась помойка. Обнаружили мы эту помойку не сразу. Орешник, среди которого я сейчас пробираюсь, прекрасно скрывал мусорные кучи по всей этой площади. Мусор на этом участке располагался локально, и мы буквально даже не за один день нашли все эти кучи. Без предварительной вырубки орешника сюда пробраться было практически невозможно. Обнаружение этого мусора, конечно, нас очень сильно расстроило, особенно меня. Но, как оказалось, это не является каким-то особенным исключительным случаем, и что произошло это вот с нами. Вообще, эта ситуация на многих-многих хуторах похожа, потому что железные банки, стеклянные банки, бутылки, пластик, пакеты появились уже давным-давно. Вывоз мусора с каждого хутора организован довольно-таки недавно. Способ утилизации был немножко разный в каждых местах. Кто-то вываливал это просто горой, кто-то выкапывал ямы, и по мере накопления эти ямы заваливались землей. В нашем случае в основном весь мусор располагается на поверхности земли. По соседству с нашей территорией раньше проживал и работал кузнец. Как говорят очевидцы, до 1982 года работала его кузница. И две дальние кучи, которые состоят преимущество из железа, как раз-таки наверняка относятся к годам его деятельности. Ну а после того, как кузница остановила свою работу, жители из соседнего ближайшего дома начали выбрасывать свой мусор также на эту территорию, ну уже чуть-чуть в другое место. И этот мусор для нас является самым неудобным в плане уборки и утилизации, потому что он состоит из массы банок, стекла, все это разбитое, пластик. Пластик очень многие в таком полуперегнившем виде, то есть это все разваливается, рассыпается. И я сейчас покажу, что это из себя представляет. Ну и еще одна куча на этой территории, которая располагалась ближе всего к дороге, представляла из себя гору мусора в перемешку с камнями и землей, и было принято решение разбирать ее в первую очередь, потому что она располагалась в непосредственной близости от проезжей части. Сейчас я вам поближе покажу, что значит культурный слой. Это металл всевозможный, цепи, которые раньше использовались в сельском хозяйстве, всевозможные железа, непонятно какое, бедра, консервные банки. Далее, что значит культурный слой. Стекло, много стекла. После обнаружения всех этих куч, встал вопрос, что с этим делать, как это убирать и каким образом мы будем это утилизировать. Один из вариантов был засыпать всю эту площадь землей. Но я от него отказалась, потому что мне лично было бы неприятно ходить по земле, зная, что там под ней находится. Поэтому было принято решение своими силами, по мере возможности, вручную все это сортировывать и самостоятельно небольшими партиями вывозить на станции по переработке мусора. Я покажу вам сейчас этот процесс, потому что сегодня у нас запланирован как раз таки вывоз мусора и металлического, и пластикового, и стеклянного. Поехали на станцию по приему старого металла. Это наш первый пункт остановки. И сейчас Александр раскрывает наш прицепчик. Вот здесь у нас в мешках всевозможные консервные банки и разный такой старый тяжелый металл отдельно. Все это нам сейчас предстоит выгрузить вручную на эту большую кучу. У нас сегодня рекорд! За один только раз мы сдали металла 380 килограмм. За предыдущие 2 или 3 даже раза мы сдали 550. А за один сегодняшний 380. И получаем мы 87 евро! Второй день подряд мы сдаем стекло, пластик и всякую фигню. Тут уже просто нас все очень хорошо и давно знают. Сейчас я опять буду сдавать в этот зеленый бесплатный контейнер стекло, которое я сюда могу вместить в это небольшое окошечко. А все остальное мы будем сдавать за деньги, как смешанный отход. Подошел к концу второй день вывоза и утилизации мусора. За эти дни мы вывезли 10 мешков стекла, 10 мешков смешанного мусора и 380 килограмм металла. Это наш абсолютный рекорд за 2 дня. А вот, собственно, и она, знаменитая помойка. И я думаю, это будущее Альпийская горка. Александр, а что мы идем делать? Мы идем тебе подарок сажать. Мне подарок. Да, на день рождения. В клумбу твою, с которой ты сама расчистила. Да, ну, это правда. Ну, и параллельно мы занимались процессом расчистки парковки для наших гостей. К счастью, на этом месте не было никакого мусора. Нам всего лишь понадобилось спилить и выкорчевать деревья. И заказать несколько машин с грунтом под парковку. Я не знаю, правда, как это точно называется. Но, по крайней мере, могу показать вам, как это было и что из этого получилось. Ну, Александр, могли ли вы представить? Что столь скоро на этой помойке будет парковка и самая настоящая Альпийская горка. Если честно сказать, я вообще не верил, что в этом году и что-то из этого будет. Вот так вот. Пойдем. Ну, и в нашей истории, конечно же, очень рано ставить точку, потому что мы находимся только в процессе очистки. И я надеюсь, такими темпами мы довольно скоро ее завершим. Ну, а пока пожелайте нам удачи. И я надеюсь, что скоро мы вновь с вами увидимся. Пока-пока.